приветствую вас на нашем канале про пчеловодства пашкадин меня зовут павел и сегодняшняя тема видео такие ребята интересное сегодня давайте посмотрим вот этот углей потому что с одной стороны здесь у нас снизу семья с другой стороны верхнем корпусе у нас стоит сушнина на сохранении также посмотрим еще сбоку стоящий улей на сколько здесь на 16 рамок также тот же в принципе получается верхний корпус у нас идет сушнина нижний корпус он у нас идет медовый корпус пчелой посмотрим сколько меда и смогли они перезимать так начинаем ребята осмотр после того как мы открываем корпус то мы видим что сверху есть определенные наличие пчелы вообще рискованно конечно же по такому принципу оставлять сушнину потому что если пчелиная семья будет более-менее сильная то получается что мы утка может выскочить верхний корпус это где-то примерно в центральную часть и что сделать правильно и отсеяться давайте глянем что здесь есть здесь вообще нифига нет вот значит матки сверху нету значит нам нужно идти в нижний корпус и смотреть что у нас снизу сейчас мы это и сделаем срываем корпус переставляем он легкий чувствуется что он легкий не тяжелый и подходим от вот 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 подходим к членой семье и давайте мы сейчас ее будем рассматривать так вы видели что верхнем корпусе есть определенное количество сушнины и там же находится определенное количество пчелы что самое интересное я уже рассказывал что так сохранять сушнину очень выгодно по той причине что никакая моль да там первых приморозков здесь не заведется вот видите полностью хорошие рамки пчелы их обсиживают это просто просто находка с одной стороны в корпусной системе один минус если нам нужно куда-то переезжать и конечно же минус сохранения во втором корпусе это конечно же уменьшение срока годности непосредственно пащину корп от корпуса скажем тогда даем дыма и погнали осматривать непосредственно не сдох члены семьи посмотрим и как обычно начинаем с 2 рамки не с 1 можно встретить на основном 2 рамка она медово-перговая и получается что там в основном матки нету и когда мы просто вынимаем ее мы матку не загубим вот это в двух словах а почему я всегда с 2 начинаю работать мы видим относительно медовая рамка пчела серые не желтая пчела серый медовая рамка 2 медовая рамка здесь наверное какой-то расплод нету ничего здесь такая менее медовая рамка даже сказал бы более пустая расплод нет расплода тоже нет менее медовая рамка на мед есть полтора килограмма до 2 килограмма меда есть вот здесь у нас расплод есть 5 так чуть-чуть по сути если разобраться этот расплод на сегодняшний вообще не на какую скорость не влияет внимательно сейчас открываем глаза и рассматриваем чел на наличие клеща потому что в основном молодая серая пчела вот я не знаю вам наверное больше всего что не видно ее но она может быть с клещом если мы видим клеща мы можем обрабатывать вот эта рамка она должна идти на браковку из меда очень мало вообще наверное нет здесь у нас есть еще раз плод я не сужена на сегодняшний день я не вижу расплод по сути выходит и все и по по за 7 с этой стороны есть яйца есть 1 возрастной расплод есть еще что-то здесь здесь бегает матка матка желтая то она получается поза прошлого дня так вот здесь что-то такой не нам него ну чуть меда есть так какая будет здесь вообще проводится работа давайте чтобы вы все меня поняли такая пчелиная семья по факту еще будет собираться в зиму как она будет собираться в зиму элементарнейшим образом более-менее пустые рамки мы уберем на отбраковку смотрите так как у нас не было сотохранилище потому что опять сохранять такое количество рамок очень сложно то и так давайте сейчас формулирую свою точку зрения здесь этот отчет у нас размещается количество здесь 60 штук плюс-минус может быть и 65 может быть 59 это так знаете чтобы я особо пчелиные семьи не считая потому что когда пасека уже переваливает за 100 давно точнее переваливает за 100 то получается что ты никогда не можешь знать точную цифру потому что там там где-то что-то куда-то китау так и она как бы не является 5-10 член их семей вообще не играет никакую роль да вот чтобы это поняли то пасека 60 вот этот точок 60 член их семей то получается таким образом если мы даже мы сокращали бы то у меня получается вот возле этого . вообще нету никаких сотохранилищ это проблема потому что сохранять количество рамок является проблемой это кается что ничего там страшного вот это пчелиное семя должна была быть поджата на 7 рамках на 7 рамках если мы ее поджимаем на 7 рамочках то соответственно нужно вот эти все рамки куда-то забрать здесь у нас корпус сущнины и получается еще отсюда за гнезда три рамки дальше ставить заставную и по возможности докормить их в принципе сюда много не нужно было бы меда она все килограммом наверное 5 слышите как я говорю 5 килограмм не 5 литров и 5 килограмм сахара плюс-минус все этого было бы достаточно но так как у нас нету сохранения сущнины и еще есть одна интересная ситуация но смотрите одна рамка более менее оставляется вторая рамка более-менее оставляется это не такие более медовые третью сейчас посмотрим она наверное с одной стороны вот видите тоже более-менее метовые что-то можно оставить так и получается что у нас еще есть один точок который который по факту мед не откачивался и оттуда можно будет еще забрать определенное количество медовых рамок помните что я говорил что в этом году мы не зимуем на сахарном сиропе не грамма сахарного сиропа зимуем чисто на меду это первый эксперимент такой я честно говорю что я не сильно любитель взимовать на меду по той причине что ну не выгодно немножко много его идет но если посчитать сумму затраты денег на скармливание сахарным сиропом этих пчел то извините меня на пожалуйста я лучше в это время на диванчике полежу отдыхнул как бы немножко мультики посмотрю с немножко свой позвоночник пара мне просто отдохнуть скажем так чем я буду как бешеная лошадь бегать и перебрасывать сначала откачивать мед потом буду кормить их сахарным сиропом это лишняя работа то получается у нас еще есть один точек с которого мы по факту можем взять по одной две рамки медовых для того чтобы укомплектовать вот эту пасеку ну например вот это вот этот лес он что мы только что смотрели он он не готов полностью к зиме но если мы туда добросим еще две медовых рамки отбракуем определенные там где расплодные все получается на 6 рамках плюс-минус там 12 килограмм меда этого будет достаточно больше по факту не нужно там еще немножко подкормим и все весной наверное будем давать медовую с это если цена меда не будет расти так что я хотел я хотел посмотреть эту членую семью но у меня есть определенная чип хенс и она она еще как приехала на таки прикручена давайте посмотрим значит не вот эту членую семью давайте посмотрим вот эту члену сбоку стоящую вот смотрите от туда вот она тоже кстати приезжала здесь два корпуса с медом один корпус медом верхний корпус должен быть вот сейчас мы посмотрим он с учтенной был раньше так силы кстати есть немного не совсем сейчас я сейчас я попытаюсь камеру более удачно поставить и посмотрим получается что видите даже в этих случаях мы прибегали перевозка было когда была жаркая погода то пришлось доставлять еще лишние корпуса это имеется ввиду что вот видите есть у нас еще и сушнина есть еще вот этот верхний корпус был полностью пустой просто до бросились потому что пчела не влазил кругу ли ну здесь это рутовская рамка на на 8 на 8 они одни из самых лучших ульев если разобраться для небольших взятков для сильных взятков они что-то не сильно так скажем но все равно вот если разобраться это называется улику к если на ну убрать рожки и сделать его двадцаткой и восьмерка то получается это улику к когда лангрост и рут или лангрост язык ломается кто-то кого-то доделал улей когда появился корпусный улей что вы понимали первые улья были однокорпусные с крышкой одном потом набросились начали добраться корпуса это получился улья лангроста рута ну я насколько понимаю был такой пчеловод как кук который захотел сделать него восьмерку его назвали улей кук он тоже тот же шулья лангроста рута или рута другими словами или 230 как я говорю рамки но но имеет определенные отличия потому что 8 рамок он является таким дуплом вот этот корпус у нас должен быть более медовый и нижний тоже более медовый давайте сейчас тоже посмотрим по раствору помидор вам видно то получается что с одной стороны сам по себе у ли неплох он дает стабильный результат но на него на рекорды что-то надеяться не можно потому что он что-то отстает постоянно я не знаю почему по объемах посмотрим можете меда нет но был мед раньше так чуть-чуть меда есть погнали дальше двух корпусах тоже не будем зимовать только в одном корпусе нету здесь смысла зимовать двух корпусах мед есть пока одна рамка и они еще просядут на наверное на рамок 6 здесь такая рамка не скажу есть расплод и матка пола прошлого не прошлого не прошлом году какой был цвет желтый прошлого не получается так хотя вот смотрите оставляли полностью корпус меда свое время 11 рамка расплода интересно еще до камня придется ну или как-то будет и будем зимовать на одном что есть посмотрим вообще нету желания сахар еще покупать тем можно зимовать на том что есть здесь мне дома что у нас получается одна рамка медовая то придется наверное что у нас сегодня еще наверное придется докормить вот это хорошая медовая это сбоку наверное еще одна хорошая медовая по факту 8 килограмм где-то 10 до 10 килограмм меда то очень мало того не хватит этого не хватит на что-то я задумался что-то я задумался вообще 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 ну посмотрим нижний корпус у нас нижний корпус больше всего что он пустой верхний корпус так себе зимовать здесь будем в одном корпусе это сто процентов два корпуса тут они не не для чего ставить здесь рамка пустая килограмм 6 бы сахара бы им всем дать было бы сократить на один корпус и дать 7 килограмм сахара было самое то как вы себе думаете так сейчас начнется как обычно о блин меда нет еще что-то нету как обычно это тести начинают пан пан по находят и начинают рассказывать то все так а вот так ребята каждый год у меня одинаковая ситуация всегда зимую на минимальном количестве меда почему потому что я не вижу смысла им оставлять много мед весной они развиваются адекватно этот мед сахарного сахара не сахара а с подсолнуха потому что мы зимуем на подсолнух и весной крик кристаллизируется настолько что с него просто пользы нету например если им оставить лишний мед это просто деньги на ветер ну я это понимаю и всегда же зимуют там девяносто восемь процентов ну там несколько семей все равно теряется но это как классический ну подкормим наверное больше всего чтобы он подками до этого . мне к он самый ближе стоит надо не до него у меня только руки доходят видите даже не пересматривали определенные семьи они так как приехали у нас так они у нас все остались а так еще хочу пах ребята еще есть забыл 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 у меня человек просил нужно будет еще раз говорить до этого времени может уже все пропали никто не смотрит ребля ребята кто-то улья из камыша делает если кто делает или знаю кто делает на продажу лес камыша пожалуйста дайте пожалуйста номер телефона или адрес кто делает мне они в принципе не нужны потому что ко мне обращался человек и горит хочу купить я говорю блин я их не продаю потому что но для меня это просто невыгодно у меня у меня их нельзя купить я их не продаю меня их можно только украсть все то получается он что спроси у кого-то ну а я говорю но я спрошу в интернете ребята поспрашиваем людей что кто скажет то получается таким так что у нас здесь получается вот это общинная семья вот это общинная семья что я только чтобы вот это вот именно она у нас получит откуда-то медовые рамки у нас еще есть медовые рамки это рутовская общинная семья которую мы смотрели у меня есть 40 килограмм меда наверное будем что разведем немножко с водой и закормим им дать дам дам 7 килограмм меда им скажем тогда вот давайте посмотрим да еще до этой 7 килограмм или 6 сахар покупать не буду пошли еще сахар покупается такие день да черная рамка она была бы хорошо на отбраковку очень было бы хорошо на отбраковку так что у нас здесь блин мед есть вот это хороший ну как сказать хороший ранг нас интересует запас корма медовая рамка хорошая чувствуется по весу хорошая рамка и сбоку как обычно смотрите интересный факт что вот здесь в основном я обратил внимание я думаю что вам будет тоже интересно вот эта сторона всегда медовые но вот эту челы всегда вычищают на 0 вот если им оставлять так не знаю там них такой инстинкт ну вот у них так всегда одна медовая пошли дальше где-то и расплодные должны быть так пошла расплодная есть клуб будет формироваться возле задней стенки или нужно будет корпус развернуть он особо на скорость не или агентон формируется здесь пятачок меда есть этого принципе достаточно даже центральную рамку центр такую рамку ставить это неплохо здесь хорошая рамка хорошая в зиму хорошая здесь вполне адекватная рамка смотрите помните только что я вам говорил что есть еще у нас точок с медовыми рамками там будем еще отбирать отжимать но уже вот эта семья вот обратите внимание она не обсиживает 10 рамок она не будет зимовать даже на восьми рамках она будет зимовать у нас плюс-минус на 5 рамках мы им оставляем 5 рамок все остальное мы можем спокойно забрать и переставить другие у нее тоже здесь видите здесь медовая хорошая вот например сбоку стоящий лысонь туда можно будет забросить такие рамки все так и решается проблема тоже относительно неплохо вот с 230 меня проблема поэтому меня нету медовых корпусов чтобы им поставить поняли в общем проблема вот рамок нет у меня 230 у нас не так очень много трехсотых завалить перебрасывая суля улей вообще нету никакой проблем они сейчас один два три четыре пять шесть рамок сюда 5 рамок 6 больше сюда не стоит оставлять потому что но это бессмысленно хотя хотя ребята если разобраться то можно полностью оставлять вот этот корпус если бы был бы мед более-менее адекватный и хороший потому что смес подсолнуха он быстренько кристаллизируется и и весной с него нету такого толка потому что множество людей я ручу от мед подсолнуха до лучше на меду да вы да вы да вы такое впечатление что люди даже вообще не никогда не книжку не открывали не понимаю что такое то и вообще пчел никогда не держали нужно они не понимают что такое развитие весенние как пчелы работают я когда-то оставлял медовые корпуса вот вот как есть полностью там меда много оставлял то получается те пчелиные семьи которые не получают много меда в зиму с подсолнуха и те пчелиные семьи которые получили много меда с подсолнуха имеют развить плюс-минус одинаково то получается какой смысл оставлять много меда тем более семечки если они потом в конечном итоге не дают тех результатов которые мы от них ожидать хотя если разобраться в этом году опять же были эксперименты если у вас есть весной мед с подсолнуха ну какое-то там скажем количество то его можно просто на бумагу положить этих 3-4 килограмма это будет вообще бомбезный результат потому что мед ведре и мед в рамках почему-то имеет разную консенсацию мед который находится в ведре кристаллы меньше мед который находится в рамке кристаллы такие огромные как будто я не представляю что с ними случилось а почему такие так и такой ну большой кристалл меде из подсолнуха который идет ну который зимует или перезиму обратите это внимание потому что весной очень часто мы с этим сталкиваемся я это вижу часто показываю но людям это не доходит я я никого не критикую мне просто можно зимовать на меде из подсолнуха можно пчелы зимуют видите я тоже буду в потому что зимовать но но есть одно маленькое но потеря по меду особенно когда твоя пасека же повторяюсь а немало я это конечно пердеть и орать когда у тебя стоит от столько улев как у меня в одном ряду вот сейчас да вот стоит там 10 или 20 или а тогда вы супер пчеловоды когда твоя пасека уже 150 200 улев и ты когда теряешь даже по три килограмма на уюта то 600 килограмм а если взять 600 килограмм на но я имею ввиду просто перевожу в деньги да потому что ну это все просто даже при при нынешнем курсе это 600 долларов да ну 600 долларов ребята на немаленьким и так по доллару посчитал сейчас нет это не маленькая сумма если бы сахар был бы дешевле то можно было бы зимовать на все чтобы сахар был по 20 а мы например качали мед сдавали его по 42 я бы на сегодняшний день хотел бы закармливал бы пин колотил бы этот сахар все было бы хорошо но у нас вы ничего не просто не вижу смысла но в то же время не вижу смысла и оставлять многометок по той причине что просто потеряем потеряем вот вот такая ситуация все ребята будем на этом прощаться всем все на лучшего всем пока